Так, я ничего не забыл. Нина? Нина Ивановна. Нина Ивановна, вспоминайте, в каком году у меня купили саженцы? Ну, лет 15 назад. А, по-моему, больше. Больше? Больше. Наверное, лет 15. Хорошо, это тем более. Так, отойдем от собаки, не дашь поговорить. Пойдем туда. Значит, в данном случае меня интересует этот сорт. Когда я был 6 лет примерно назад, Валентина, ваша сестра, сказала, Нины нет, но подтверждаю. Да. Саженцы от господина Железова. Были очень рясные. Три года назад был очень град сильный. Станьте так, чтобы вас было видно. Три года назад град был? Да. Три года назад. И что было? Был град сильный. Был сильный урожайный год абрикоса. Градом побило 11 ведер лежало. Зелень ему набрали. Зелень? Ясно. Теперь скажите... 11 ведер мы граблями сгребали и в ведра вытаскивали. Теперь скажите, если взять по годам, как часто они пропускали плодоношение? Вот 15 лет назад абрикосы цвели каждый год. И каждый год плодили. 5 лет, как не стало, мало стало. Ну, то есть пропускали. Есть урожай, но мало. Все понятно. Теперь так. 5 лет назад. Следующий момент. Дело в том, что смотрите. Королевский в этом году пустой. Пустой. А вот этот, кстати, чтобы вы знали, я наконец поднял старый фильм. Я сомневался, Амур или Серафим. А в фильме я посмотрел. Амур, а тот Серафим. Вот. Теперь уже точно. Нет. Вот тот тоже королевский. Вот тут вот был. Здрасте. Да-да-да. Не-не-не-не. Поймите меня. Это самое. Вот тот тоже королевский. Вот тут еще было. Кто вам сказал, что он королевский? Ну, вот отсюда. Так, ладно, смотрите. У нас вот тут было дерево. А, вот почему. Дерева не хватает. Да, его вырвали. Септик копал. Тьфу, елки. А я поэтому сбился со счета. Для меня развод. Вы говорили, сестра говорила, что... Все-все. Амур и Серафим. Ну, вот это... Тогда, получается, смотрите, Амур исчез, а этот Серафим. Это Серафим. Хух. Слава Богу. А для меня это, знаете, почему важно? Это нужно науке. У вас они лежат. Вы только это... Вы знаете, вот смотрите... А я работаю не успею. Тут септик, тут септик, яма. Я, яма. Я, яма. Если бы здесь были бы настоящие ученые, они бы вам за каждый из этих плодов 100-граммовые вот это. Угу. Я вешал... Вчера я у вас виснул один плод. Простите. 100 грамм? 96. Ну, я-то не выбирал. Вот. Так вот, вот это 100-граммовые плоды. Каждый из них должен ставить, знаешь, сколько? Сказать? Угу. Тысячу. Не рублей. Долларов. Потому что этого не может быть никогда. У нас в Сибири, да? Нет. Этого нет в Москве, этого нет в Мичуринске. Понимаете? Я сейчас у меня вебинар завтра. Я завтра покажу фотографию, которая моя сотрудница, ну, громко сказано, ну, помощница, привезла из Мичуринска. Она там была в абрикосовом лучшем саду. В лучшем случае они в два раза мельче. И не такие вкусные. Вы про вкус скажите что-нибудь про вкус, а? Вкус очень сочный, очень приятный. О, этот сорт идет для компота. В компоте очень. Ну, понятно. Так. Из-за фашистой. Понятно. Теперь самое главное, и мы так к этому не подошли. Итак, смотрите. Почему в этом году он чуть ли не единственный плодоносит? Не знаю. Позже, позже, позже. Позже, да. Позже зацвел. Он проскочил мимо заморозков. А слушайте, и этот же цвел тоже. А заморозков-то нету, а мы думаем, что он в ноябре замерзает. Нет, 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 нет. Он цвел, но дело в том, что почки были уже подпорчены. Я и говорю, в ноябре замерзают почки, наверное. Ну, почему в ноябре? Нет. Нет. А мы так думаем? Я говорю для всех. Не только для вас. Поймите, это фильм для всех. Я объясняю. У нас была... Почему в этом году слабый урожай такой? У нас была особая весна. Очень долго, вспоминайте. Ночью минус 10, днем плюс 10, минус 10. Это обычно несколько дней, а потом переход на весну. Ну, на неделю. А здесь целый месяц, дней 40. И они, смотрите, чуть проснулись, проклюнулось мороз. Проклюнулось мороз, проклюнулось мороз. Их и подморозило. Да, и уже цвели. Вот там соседки, вот тоже. Вообще ни одного. Вот, вот, вот. И там в огороде они насадили штук 5 или 6, большие вот такие. Так вот, еще раз. Итак, в данный момент мы имеем абрикос Серафим. Он, у меня есть фотографии с датами, то есть я же не болтун. Для меня это продолжение истории. Это история садоводства Сибири. Вот, и вы в этом участвуете. Жаль бесплатного. Еще раз говорю, вам должны по 1000 долларов за каждую кошку заплатить. А уж за черенки... А-а-а. Да как кто их купит за 1000 долларов? Должны купить, но никогда не купят. Ну, конечно. Я по 100 рублей черенки не могу продать. Поверьте. Вот, потом выбрасывают. Ну, ладно. Это обиды наши, так сказать, любители. Смотрите. Итак, позднее цветение. Это увеличивает его ценность. Так, убедились. Так, что абрикос Серафим убедились. Теперь так. Я специально на камеру. Значит, то, что у вас портится, отдадите, а я заплачу. Вот эти вот. Потому что все равно они уже не годятся никуда. Они гниют. И те, которые будут, падают и портятся. Мое? Ждут покупать. И я вот это вчера... Нет, покупатели пусть ждут. Я имею ввиду испорченные. Хорошо. Которые побрязывают покупатели. Идет? Идет. Так, ладно, теперь. Так, так, так. А если они... Сейчас. Что-то вот... А, черенки. Наступит осень. Я приеду к вам обниму. Скажу, Ниночка, несколько черенков. Ради науки, уже не ради меня. Я сотрудничаю с этим. Кое-кто все-таки из ученых не брезгует со мной общаться. Что скажете? Несколько черенков? Да. Нет. Я куплю. Я никогда дарм не беру. Вот. Когда-то же вы эти купили за деньги. За деньги. Теперь саженцы за деньги. Не помните, почем? Ой, не помню. Ну, наверное, рублей 300 или 400. Тогда, точно, вы одни из первых. Я бы тогда продавал по 300 рублей сам. Да, да. 300-400 рублей. Сейчас вернете эти деньги с лихвой. Так. Я специально на камеру говорю. Я теперь стал богаче. Это, знаете, как... Есть такой анекдот. Значит, старого еврея спросили. Хотите, если мы вас назначим королем, вы же будете самым богатым человеком в государстве. Он говорит, нет, я буду еще богаче. Как? Я еще вечерами шить буду. Так что, я специально обнимаю. Вот. Подлизываюсь. Подлизываюсь. Я за все плачу. Идет не тысячу долларов, как сами понимаете. Это однажды ко мне позвонится к Академии Нарусской. Говорит, Костянович, сколько стоит адрес той, этой самой симпатичной женщины Нины. Я им все припомню. Я им припомню, как мне микрофон отключили. А потом скажу, ну теперь поговорим. А почему они вас слушать не стали? Понимаете, в чем дело? Смотрите. Я в том фильме об этом показывал. Видите, у вас нет ям. Я же второй фильм вас снимаю. Вот. Видите, у вас нет ям. Она до ямы, да? Нет. Они бы давно сгнили, абрикосы. А. И груши. Вот, знаете, груши. За ним бы груши сгнили. Ставьте, что. Это же моя груша. Лесная красавица. Да, вот лесная красавица. Все заболела. Все. А, извините, годы, годы, годы. Это такая беда. Знаете, еще, чтобы в последние годы стало больше влаги. Заметили? Вот мы ходим по сырой в земле. Все сырое. Так вот, эта лесная красавица меня что удивила? Еще вопрос был такой. А это не прививка ли на ней? Вот эта. Прививка. О, а я подхожу, помню, лесная красавица. Думаю, у железа крышу снесло. Вот. А потом, а вот же моя лесная красавица. Ну, интересно, что. Настоящая. Она была очень хорошая. А помните, как мы познакомились? Итак, я напоминаю, я такие вещи не забываю никогда. Я еду, подбираю вас. Вы не голосовали, я всегда подбираю сезенцев. А, вон. И вы сказали, Валерий Константинович, у меня какие-то огромные груши. Как сорт называется? Разворачиваем машину. Приезжаем к вам. Подходим к дереву. А плоды были 500-600 грамм. Вот такие. Покажите руками. Вот такие. Так. И вы спросили, что это такое? А я говорю, это лесная красавица из Бельгии. Я помню, у меня даже есть старый блокнот. Я у вас покупала и записала грушу название. Лесная красавица. Вот. Так что все честно. А вчера, вас нету, я наглый такой. Хожу, подхожу, думаю, какая к черту. А потом, а мне некогда, а мне стыдно. Я же в лес сижу, я гляну. А все, увидите больное. Вот. Вот, все больное, все брызгаем, все больное. Кто прививку делал? Я не знаю. Что за сорт? Кто-то волшебник, смотрите. Ну, правда, грушки я не узнаю. Ну, они такие ранее, они уже, наверное, да, они вон, видите, валятся. А, уже валятся. Ну-ка. Спелые. А, 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 это, ну, полукультурное понятно. Высока вероятность, что это северянка. Ну, я куза, слушаем. Кто такой волшебник? Кто привел? Не помните? У-у-у. Ладно. Так, сейчас отключаю камеру. То, что я хотел, я узнал. У-у-у. Вот. Сейчас начинаем торговаться насчет косточек. Вот этих, которые сгнили. А вам косточки надо? Да мне косточки надо, поэтому мне не интересует, какие они есть съедобные. Да я так объелся своих. Так. Ну что, пусть меня завидуют. Дело в том, что самое главное, я так и не сказал, почему я преподнес как сенсацию. Почему я все разделал фотографии. Вот. Потому что они, по сравнению с маточным деревом, с которого я брал черенки, вот, они увеличились в три раза самые малые. Три раза. А этого не может быть никогда. А теперь скажите, за что меня турнули? Не знаю, за что вас не взлюбили. Ну, наверное, я думаю, что они не верят, что у нас такие есть. А они отказались. Вот обида такая, вот еще запись не кончится. Обида такая, Нина. Представляете? Я уже несколько раз говорил, не могу остановиться, успокоиться. Я подхожу, еще только там люди собираются с диском. Даю компьютерчик молодой парень. Я говорю, закачайте. Он закачал, диск мне отдал. Все. Когда меня выключили компьютер, я там сидит, четыре академика в этом, по президенту, отключили микрофон. Я говорю, ну хоть фотографии покажите, а зачем же я приехал-то? Вы не заявили. То есть, оказывается, я должен был предупредить, что будут фотографии. Хотя все заранее. И вот по таким смешным предлогам не показали вот это вот. А у меня тогда такие были, крупнее было. Вот это 96 грамм я мерил, да? Ну что? А у меня были 100 граммовые на фотографиях. Вы спросили, я ответил. Вот. То есть, самая главная сенсация то, что за эти годы, будучи привиты на маньчужские абрикосы, там и следов, конечно, нет. Они стали волшебными. Они вспомнили, знаете что? Ну, кстати, вот это вот так называемая живица. Да, да. Вот, так. Почему она вот уходит? Пусть это лечение, старое дерево. Не дай бог, вот эта дурь всемирная, всемирная, что живицу, да, считают болезнью, заставляют прямо стесывать ее. Нельзя. Нельзя, это дерево уже себя вылечило. На нем, а кто из, вот, по сути, как вы смели сказать, что слабый урожай? Это что значит? Ну, было раньше больше. Вот. Я когда фотографии, 6 лет назад делал фотографии, ой, фильм тут, тут такое творилось, ветки лежали на земле. Было урожайно, мы продавали очень хорошо. Да, и Валентина, сестра, тоже говорила. Мы открывали ворота, мы не успевали набирать. Так оно же с дороги видно-то. Да. А вчера... У нас каждый год были постоянные клиенты, приезжали, видят, что абрикосы, а потом давай долбить ворота, где абрикосы. Вот, 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 вот. Ну, дело в том, что я только это несколько дней, и все это красота исчезнет. Да, да. Переспеют. Так вот, я это случайно, краем глаза увидел, вчера. Зашел, потом уже валидол я уже пил там, потому что для меня самое главное, мое доказательство, а это уже, может, вам интересно, нет, они не просто увеличились в три раза, это тенденция к возвращению к райскому саду. Когда-то к нам на землю деревья попали из райского сада. Потом бесконечное размножение семенами, семенами. А я несколько поколений на манджурце, когда они привыкли, они начали возвращаться в Сиберную историческую родину в виде огромных плодов. Все. Теперь начинаем собирать сгнившие плоды.